Во время Великой Отечественной войны Максим Алексеевич Пуркаев был начальником штаба Юго-Западного фронта, командующим 60-й армии, которую собрали в Куйбышеве. Именно солдаты этого военного формирования в 1945 году, дойдя от Волги до Берлина, водрузили знамя победы над Рейхстагом. Пуркаев был опытным и всесторонне знавшим свое дело генералом, человеком высокой культуры, штабистом большого масштаба. В 1941 году на Самарской земле, в этот день, 7 ноября, он командовал военным парадом, который укрепил веру в силу русского оружия и его способность одержать победу над врагом. Подготовка военного парада 1941 года в запасной столице Советского Союза, Куйбышеве, была делом государственной важности, с которой генерал Пуркаев справился блестяще. Шествие парадных расчетов на главной площади города 7 ноября произвело огромное впечатление на дипломатический корпус, убедив иностранных гостей в мощи Красной Армии и готовности советского народа к тяжелой и продолжительной победной битве с врагом. Это была хорошо спланированная военная операция, в результате которой в войну против Советского Союза не вступили ни Турция, ни Япония. На примере таких людей, как генерал Максим Алексеевич Пуркаев, мы и сегодня учимся патриотизму, верности своему гражданскому долгу, самоотверженному служению Отечеству. Особенно это важно на переломных этапах истории, когда решается судьба нашей страны. Именно на таком историческом этапе мы сегодня и находимся. Символично, что именно в этот день, 7 ноября, в Самаре появился мемориал, посвященный генералу Максиму Пуркаеву. Памятную доску открыли на здании окружного дома офицеров. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.